В Ивановском драматическом театре готовится к премьере. Главный режиссер Зурат Нанабашвили собрал журналистов, чтобы поговорить о постановке спектакля «Сон в летнюю ночь», над которой сейчас работает. Наш театр впервые за последние 30 лет обратился к драматургии Шекспира. «Сон в летнюю ночь» – это пьеса прежде всего о любви. Главная героиня Гермия любит, несмотря на суровые запреты. Она пересиливает этот страх, смерть или вечное безбрачие, бежит с этим молодым парнем в этот лес. Они и старапанные, и бедные, и, я не знаю, наверное, идеализируют немного, но мне всегда нравятся такие решения, когда принимают люди. Это такой юношеский максимализм, который во мне до сих пор, уж в таком возрасте до сих пор живет. И не боюсь совершенно выглядеть глупо. Впервые за многие годы журналисты могли тесно пообщаться с главным режиссером театра. Разговор о спектакле постоянно перемежался беседой о состоянии Ивановского театра в целом, в котором, по словам Зурабана Набашвили, накопилось немало проблем. В голодных 90-х не было здесь такой ситуации, как сейчас. В голодных 90-х здесь было холодно, голодно, но все как-то жили. И за две копеечки варганили наши спектакли. И если могли какой-то фестиваль вывезти, вывозили, на своем горбу таскали, ночью монтировались и сами красили. В Ивановском драматическом театре работает немало хороших актеров. И уже существующие спектакли жизненно необходимо показывать на зарубежных театральных фестивалях. Нужно поехать, я считаю, в Братиславу и показать этот детский прекрасный спектакль про красную шапочку. Это хороший спектакль, но он погибает здесь, понимаете? Внутри этого проката, внутри вот этого всего, этих грязных галеров, этих подвалов. Вы просто туда не ходите каждый день, потому думаете, что это так просто. Да плакать хочется просто от всего этого. Каким получится спектакль «Сон в летнюю ночь» судить, конечно же, зрителю. Примеры состоятся 13 апреля. Но, по мнению режиссера, театр – это не только игра актеров на сцене. Поэтому приводить в порядок нужно все, что их окружает. И говорить об искусстве можно будет только тогда, когда для него будут созданы все условия. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иванова. Продолжение следует...